Теперь Кошка Лана директор в Адоптми и меня не видно из-за стола. А зачем вы пришли ко мне домой с мечом? Я надеюсь, вы не хотите меня похитить. Они уже построили стену. То есть скоро я смогу вылупить свое яйцо и у меня будет питомец? Я надеюсь, что это будет собачка или кошечка или какой-нибудь тиндюк. Все равно кто угодно, это будет так классно. Мяу. Всем привет, котят. Я Кошка Лана, а это Адоптми, в котором вышло одно очень-очень интересное обновление. Не бы мне все про него писали в комментариях. Так вот, я сейчас здесь, чтобы его проверить. Вы видите мой русалочий дом, в который все приходят в гости, потому что он всем нравится. А я ищу другой дом. Да, котят, здесь вышло обновление, в котором есть домик. Я уже вижу, вижу, вижу его. Домик на дереве, котят. Смотрите, вот он. Целых два домика на дереве. О, господи, они такие классные. А ну-ка, быстренько напишите в комментариях, кто тоже мечтал о домике на дереве. Котят, я всегда мечтала. Ну, знаете, я кошка, я и так могу себе сделать домик на любом дереве. Просто забраться туда и жить. Но здесь это просто прекрасно, смотрите. И он открыт. Давайте-ка заберемся туда и посмотрим, что внутри. Я думаю, владелец дома не будет против, раз он оставил дверь открытой. Нео. Ну что, идем. И здесь у нас... Ну-ка. Котят, какая-то арка и все розовое. Смотрите. О, это что? Это что? Кровать на втором этаже. Подождите, а сюда можно как-то забраться? А то я застряла. Так, а ну-ка. Да, котят, смотрите. А можно здесь поспать? Идеально. Это кровать-пончик на втором этаже. О, и еще. Вот это круто. Кто-то очень классно тут все продумал. Котят, как здорово. А мне как раз пора в душ. И знаете, я думаю, что... Ой, простите. Здравствуйте, принцесса. Я думала, что я схожу здесь в душ, потому что я люблю ходить в душ в чужих домах. Но что-то я не могу его здесь найти. Эй, где ваш душ, принцесса? Ну ладно, ладно, хорошо. А еще, по-моему, она меня заразила. Ну да, да. Или я ее заразила. Я не очень поняла, что произошло. Но мне... О, у нее есть джакузи. Простите, принцесса. Я у вас только немножечко помоюсь. А потом отправлюсь в госпиталь, потому что... Ну да, в госпиталь тоже полезно. Нео. Итак, я уже полностью вымылась. Простите, принцесса, что я тут у вас все нарушила. Но дома у вас, конечно, просто потрясающий котят. Смотрите, мне очень-очень нравится. А я отправляюсь в город, потому что мне нужно в школу и еще в госпиталь. Да. Тут еще такая лестница. Я каждый раз забываю, что она такая классная. Эй, я что, застряла? Что-то я сегодня много застреваю. Ну что, котят, побежали. А давайте только перекусим по дороге. Что у меня есть из еды? Что у меня есть? У меня так мало еды осталось. Ну ладно, давайте сырочек едим. А потом нужно будет в магазин еще зайти. Ммм, вкусный сыр. И, котят, знаете, что еще я вам хотела сказать? Многие из вас писали мне в комментариях в прошлом видео, что у меня вот здесь вот в питомце есть яйцо. И его можно открыть. Но его нельзя открыть, потому что оно еще недоступно. Это яйцо, которое вы получаете. То самое легендарное яйцо. Но пока что вы не можете его использовать еще как питомца. Мне кажется, это будет доступно в следующих обновлениях. Так, вот яйцо отправляйся. А я иду в госпиталь, где... О, котят, что это? Смотрите, какой-то строительный кран. И рядом с ним какая-то косточка. Котят, по-моему, они как раз сейчас и строят дом для питомцев. Смотрите, они уже построили стену. Котят, то есть скоро я смогу вылупить свое яйцо. И у меня будет питомец. Я надеюсь, что это будет собачка. Или кошечка. Или какой-нибудь индюк. Все равно кто угодно. Это будет так классно. Мило, здорово. Ну ладно, мне пора лечиться. А знаете что, полечусь-ка я сегодня яблочком. Потому что я недавно узнала, что яблочки могут лечить. И я хочу это проверить. Здравствуйте, медбрат. И вот где... Вот оно яблочко. Отлично. Давайте-ка им вылечимся. Ну-ка. Да, работает, котят. Яблочко работает. Давайте с собой наберем. Я знаю, что они потом исчезнут. Как и все предметы, которые вы не покупаете. Ну ничего. Ой, парень тоже побежал лечиться. Давай беги. Тоже за яблочком. Всем нравится лечиться яблочками. Кстати, котят, а вы напишите в комментариях, как чаще всего вы лечитесь в этой игре. Вы приходите к доктору, сами лечитесь или едите эти прекрасные светящиеся яблочки. Потому что мне нравятся яблочки. Ой, и учительские тоже ничего. Давайте к себе заберем еще тоже три яблочка. Это, знаете, можно делать яблочный салат. У меня есть три светящихся и три обычных. Вот это будет здорово. Да. Ну что, а теперь я вот все время путаю эту лампу с какой-то классной штуковиной. Посещу-ка я в директорском кресле и за его ноутбуком. Мне кажется, это отличный день в школе. Да. Теперь кошка Лана директор в Адопт-ми. И меня не видно из-за стола. Ну знаете, такие директора тоже бывают. Ну ничего, телевизор что ли ему еще включить? А ну-ка, так, давайте-ка. О, отлично. У него телевизор показывает желтый экран. Я не знаю, должно быть так или нет, но ничего. Мои ушки на него в фоне очень хорошо смотрятся. Неа. Отлично, котят. Мы закончили все сегодняшние дела. Я думаю, что теперь нам ничего особенно нужно не будет. Но знаете, о чем я думаю? Я думаю, что в ближайшее время я бы тоже хотела купить себе домик на дереве, потому что, ну, у всех уже есть домик, а у меня еще нет. Надо посмотреть, сколько он стоит. И вот эта вот штука тоже очень классная. Тут все уже, смотрите, все уже ждут питомцев. Я очень хочу, чтобы они скорее их построили, и я смогла... Ой, тут кто-то голодит. Девочка, девочка, которая хочет есть. Сейчас я тебе яблочко дам. Подожди, у меня много яблок. Вот ты и ты хотела есть. Так вот, держи яблочко, держи яблочко, держи. И вот, это тебе. Да, все, отлично. Я надеюсь, что она теперь будет сытая. А мы с вами, котят, наверное, побежим в город и посмотрим, сколько же стоит домик на дереве. А то я так его и не купила. Так, мне нужен транспорт, велосипед. Отлично. И поехали. Так, 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 так. Вот тут у нас, кстати, очень много ребят передвигаются на велосипедах. И вперед. Знаете, по-моему, у меня с задним колесом какие-то неполадки. Оно вон крутится. Так, а почему я поехала не к своему дому, а к чужому? Мне уже так понравился домик на дереве, что я подумала, что это мой дом. Но нет, мой дом русалочий. И знаете, он, конечно, очень классный. Кто-то тут припарковался, у меня прямо у входа. Все хотят в русалочий дом. Так, давайте-ка посмотрим, кто у меня здесь есть. Но я их даже не найду, потому что у меня слишком много всего. Так, здесь у меня кто-то на дне есть. Кстати, здесь же можно под водой тоже сделать какие-то комнаты. Кратят, здесь очень-очень много места. И я думаю, что давайте найдем того, кто приезжал ко мне, может, он меня печет в печке или там что-то ест. О, у меня же тут пончики были. Точно-точно, давайте-ка попробуем этих ванильных пончиков. Вот, тоже пусть у меня будет в инвентаре. Я, вроде, пока что не хочу есть. Но где мой еще один гость? Я видела его мотоцикл. Он точно где-то у меня. Может, он играет вот здесь вот? Хм, нет. Я не знаю. В этом доме моем можно очень круто играть в брянки, котят. Потому что я сама тут ничего найти не могу. И как раз я хочу поспать. Ну ладно, давайте здесь поспим. У меня как раз тут целая куча кроваток. Можно даже тут какой-то приют устраивать. Смотрите, сколько кроватей в виде кораблей. Няу. Я уже выспалась, но почему-то я не хочу в лагерь. Это меня немного напрягает. Мне всегда нравится бежать в лагерь и выполнять эти задания, потому что там вам дают очень много денег за лагерь. Но здесь почему-то меня туда не зовут. Не знаю, очень странно. Может быть, настало время для того, чтобы изменить свой дом. Я, конечно, буду больше часа времени жить в русалочем доме, потому что это просто огромные хоромы. Но давайте посмотрим. Может быть, я могу купить себе и дом на дереве тоже? Так, мои дома. Добавить новый домик на дереве. 800 монет? Мне немножечко не хватает. Я знаю, котят, вы писали в комментариях, что я могу продать какие-то из моих старых домов. Но я не хочу этого делать. Я сейчас попробую, может быть, робоксов немножко заплатить, потому что мне как раз совсем чуть-чуть осталось дособирать. Итак, давайте купим вот эти 200 долларов. Да, отлично. И мне не хватает сейчас совсем немножечко. Давайте купим 50, а оставшиеся попробуем заработать, котят. Да, покупаем. Отлично. И теперь у меня есть уже почти все нужные мне деньги для того, чтобы купить дом на дереве. Теперь осталось подождать, что мне захочется. Ну, пожалуйста, ладно. Ты хочешь спать? Ты хочешь есть? Ты хочешь кемпить? Ой, здравствуйте, Джейм. Проходите. У вас зонт меч? Вот это серьезное заявление. А зачем вы пришли ко мне домой с мечом? Я надеюсь, вы не хотите меня похитить. Здравствуйте, мисс, говорит он мне. Давайте напишем ему здравствуйте. Интересно, что же он будет делать? Он приглашает меня в семью. Но это очень странно. Ну, давайте согласимся, но потом я пойду в душ. Потому что мне нужно заработать денег на свой новый дом. И у меня теперь есть родитель, я так понимаю, или мой родственник, может, и мой дядя, или какой-нибудь двоюродный брат. Вот вы будете диджеем, мой двоюродный брат с мечом? Проходите, пожалуйста, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. А я пойду в джакузи. Я не помню, сколько вам платят за джакузи, но я думаю, что мне все равно не хватит. Вот вы мне сейчас заплатили денег за целый день, который у нас тут новый. 20 долларов. 20 долларов. Мне как раз их не хватает. Мяу. Итак, все еще не хватает на дом, на дереве. Котят, может, продать вот этот хлеб вот этот? Вот тут очень много. Так, давайте. Ага, мне нужно пиццу туда засовывать. Зачем мне пицца? О, я хочу на детскую площадку, срочно на детскую площадку. Извините, мой родственник, можете погулять здесь пока, только ничего не сломайте. Вот, а я пойду на детскую площадку, и, возможно, за нее мне должны дать как раз, ну, 8 долларов, что должны. Я не помню, сколько за нее платят, но мне очень нужен дом на дереве. Подождите, а как я буду тогда своего родственника из русалчего дома выгонять в дом на дереве? Я даже не знаю. Так, вот мой велосипед. А, вы со мной? Вы со мной, сэр. Вот, тогда поехали. А можно я с вами? А, нет, подождите. Я же веду, мне же нужно на детскую площадку. А то он везет мне еще куда-то непонятно куда. Так, вот сюда мне. Отлично. И вот моя детская площадочка, котят. Я очень-очень-очень хочу уже достать эти несчастные 8 долларов. Может, обе какой-то пройти, вроде за них тоже платили. И... Вы смотрите, мой родственник тоже очень любит прыгать на батуте. По-моему, ему нужно было быть ребенком, а не взрослым. Посмотрите, как он радуется и как высоко прыгает. А, меня выкинул, выкинул. Нет, 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 нет. Только не за пределы, только не за пределы. Мне же нужно вернуться. У меня же иначе не будет пополняться мое веселье. И 12 долларов, котята, да. Отлично. Ну что, где мой велосипедик? Не знаю, где я его бросила. Неважно уже. А вот он, по-моему, вот это мой велосипед. Да, это же мой велосипед. Да, отлично. Отлично. Нет, нет, не отлично. Ладно, я пешком пойду, пешком пойду. Мне уже нет времени на то, чтобы его запускать, искать. Я хочу себе новый дом. Так, подожди, да выпустите меня. Эй, это что такое? Котят? Котят, что случилось? Меня не пускают домой. Меня снова не пускают. Эй, ну пожалуйста. Где? Отлично, отлично. Наконец-то. Я уже думала, что навсегда останусь на детской площадке. Итак, вот он мой дом. И давайте-ка купим домик на дереве. Мне кажется, вот здесь, под этим деревом будет очень классно смотреться. Итак, изменить дом. Добавить новый домик на дереве. За 800 долларов. Котят. Ну что, покупаем. Ну что, покупаем. И да, я хочу его построить. Вы просто смотрите. Какой он шикарный, какой он шикарный. Я хочу пить, конечно. А у меня нет воды никакой. Не важно, не важно. Котят, пойдемте в мой новый дом. Вот он. Первый раз я захожу в новый дом. И, о господи, он такой зелененький внутри. Такой классный. Но тут тоже нужно еще кучу всего напокупать. Потому что домик на дереве, конечно, это вам не шуточки. Я, кстати, не думала, что в домах на дереве бывают холодильники и плиты. Ну ладно. Да, они даже неплохо. А вот у меня даже тумба здесь есть в ванной. На, котят. У меня совсем не осталось денег. И я не успела еще обустроить свой русалочий дом. А этот дом тем более. Давайте, может быть, знаете... Кстати, котят, некоторые ребята в домах ставят вот такой вот аппарат для того, чтобы собирать деньги. Где он? Только я не могу его найти. Вот. И некоторые, кто заходит не в дом, платят им. Но я так не буду делать. Тем более у меня на этот аппарат не хватает денег. Да, котят. Но давайте посмотрим, какие же предметы есть в домике на дереве. Здесь есть какой-то стул из бревна. Вот это классно. Гриль. Какой-то фонтанчик для птиц. Камень, котят. Такие красивенькие штучки всякие. И палатка принцессы. Вот это классно. Ну знаете, я думаю, что может быть я когда-нибудь и это все тоже куплю. Мне очень хочется. А пока что у меня есть просто мой прекрасный дом на дереве. И я надеюсь, что он вам понравился, котят. Так что я думаю, что на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. На канал Лео. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующих видео. Нео. А я пойду заберусь в дом на дереве. И это будет моя башня. Да. Здорово. Нео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok